По накалу борьбы страстей этот матч, я думаю, не уступал киевскому. Да и по качеству игры во многих эпизодах радовал глаз компонентчика. И я не сомневаюсь в том, что вы сами в этом убедитесь. Острые ситуации у ворот Днепра отнюдь не отражали превосходство автозаводцев в каких-то, скажем, компонентах мастерства. В поединках равных соперникам, жаждущих успеха, всегда подобные моменты возникают. К тому же команды решали еще и проблему ведущего игрока. Днепр автозаводца Юрия Савичева, торпеда Днепропетровца Владимира Лютова. Оба олимпийские чемпионы, члены национальной команды страны, естественно, им и внимание повышено. Вот так действовали обе команды в первом тайме. И все-таки, как не опекали Юрия Савичева, свой мяч он в этой встрече забил. Завершил изящную атаку автозаводцев расчетливым ударом, напомнив нам решающий гол в финале Олимпийского турбира. После этого в течение двух минут днепровские волны атак накатывались на ворота торпеда. Днепр автозаводцы эти волны погасили, проведя второй мяч, явившийся, если быть точным, подарком судьбы. Посмотрите, ошибается защитник и Гицелов свой шанс не упускает. 2-0. Представляете, в таком матче, такого накала. Понадобилось Днепру еще пять минут, чтобы не только прийти в себя, но и вновь обрушиться на ворота Сарычева. И так же, как днепропетровцы не решили до конца проблему Юрия Савичева, так и не смогли нейтрализовать автозаводцы Лютова. Это его сбили с ног, и Шахов, штатный пенальтист, сократил разрыв в счете легко и непринужденно отправил мяч в сетку. 2-1 после первого тайма. Во втором, с помощью Лютова, опять-таки, сон восстановил равновесие. Вот это искрометная атака днепропетровской команды. И посмотрите, прямо вколачивает сон мяч в ворота Сарычева. Братарь бессилен был помочь своей команде. В дальнейшем игроки обеих команд, укрепив оборону и зарядившись желанием не рисковать, старались ту или иную атаку разыграть, так сказать, до верного. Но ничья 2-2 справедливый исход этого принципиального матча.